Привет, мои хорошие! И сегодня долгожданное видео, видео по запросу, вопрос-ответ от Дины А.G. Так она себя называет в Ютубе. В общем, ей было интересно несколько вопросов, я ей говорю, давай задай для меня несколько вопросов, ряд, и я обязательно на них отвечу. Но она задала такие вопросы, которые, я думаю, многим будут интересны, поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, первый вопрос. Какой у тебя телефон? Я думаю, что, наверное, ты имеешь в виду марку телефона, а не номер телефона, потому что, естественно, номер телефона я свой не дам. А если мы говорим про марку телефона, то у меня три телефона. У меня четвертый iPhone, который уже старенький весь у меня. Второй у меня 5S iPhone, который тоже уже старенький, пора бы уже шестой покупать. Хотя пятый мне очень удобный в руке, он маленький, мне это удобно, я все на него снимаю, в общем, я рада. И третий телефон, это HTC у меня. Следующий вопрос. Сколько ты хочешь подписчиков через месяц? Через месяц? Я хочу, чтобы был. Было. Не знаю, конечно, сложно такой вопрос. Надо правильно все почитать, угадать. Ну, как можно больше. Хочу, чтобы в день по 500 прибавлялось. Вот. И тогда через месяц будет много. Ну, короче, я хочу 100 тысяч. Первые. 100 тысяч. Если бы тебе дали настоящую волшебную палочку, ты бы отдала бы свой канал за нее? Ну, волшебная палочка просто... Это же волшебная палочка, с ней можно делать все, что хочешь. И я бы отдала канал, а потом бы забрала обратно с помощью волшебной палочки. Так что это очень несложно, мне кажется. Волшебная палочка может все. Поэтому можно делать все, не боясь ничего с волшебной палочкой. О чем ты мечтала в детстве, чтобы твоя жизнь изменилась в лучшую сторону? О чем я мечтала в детстве? Я всегда в детстве мечтала о свободе. Я всегда мечтала о деньгах, финансовых, финансовой независимости, о красоте. И я хотела стать звездой. Но на самом деле мне об этом напоминают очень часто мои друзья. У меня память вообще короткая, как у настоящей блондинки. И я что-то мало что помню из детства своего. Помню, что я хотела всего хорошего и хотела быть счастливой уже в детстве. И все к этому стремилась. А сейчас, когда я иногда встречаю своих друзей, они мне говорят, ой, я помню, ты хотела все стать звездой. Например, я говорю, правда так хотела? Да, там вот кто-то говорит, что я хотела очень петь. В общем, все потихоньку воплощается. Я очень довольна своей жизнью. И мои мечты сбываются однозначно. Какое растение тебе больше всего нравится? Вообще, я очень нейтрально отношусь к растениям. Как бы, не знаю даже, какое растение. Я люблю цветы, очень люблю цветы. Я очень люблю розы. Вообще разных-разных цветов красивых. Розовых, белых, красных. Вот. Я люблю розы. Сколько тебе лет? К сожалению, к вашему сожалению, я пока не афиширую свой возраст. Я еще подходящий момент для того, чтобы сказать свой возраст вам всем. И почему я не говорю свой возраст? Просто потому что у людей много предрассудков. И я смотрю очень неоднозначные комментарии у меня, что я вроде бы взрослая или я тупая малолетка. В общем, сложно вас всех понять. Поэтому для того, чтобы не было просто предвзятости какой-то и не судили меня по моему возрасту, чтобы я могла вести себя так, как я хочу, я пока что воздержусь от своего возраста. Но вообще я считаю, что возраст у человека он в душе. А в душе я еще ребенок. Поэтому вот так. Какой любимый цвет? Вот. Это Дина спрашивала, какой у меня любимый цвет. Самый любимый розовый. Это тот, мимо которого я пройти не могу. Я покупаю все розовое. Мне очень нравится. Он не знаю. Причем раньше он мне не нравился. Мне казалось, что это какие-то вот барби девочки, которые все носят розовое. Это так притерно, это так сладко. В общем, мне это не нравилось. А в какой-то момент просто переключилось что-то внутри. И меня прям потянуло на все розовое. Чем он нежнее, чем он красивее этот розовый, я обязательно что-то вот себе возьму. И я получаю истинное удовольствие. Допустим, если это кружка розовая, там, или я не знаю что, неважно что. Но я, в общем, розовый обожаю. В моей квартире все розово-белое. Вы, может, это уже заметили. У меня был рум-тур. Тоже можете посмотреть. Да, у меня все розово-белое. И эти цвета меня вообще никак не напрягают. Я их люблю и в одежде, и в доме. Все светло и нежно. У меня ассоциируется белый свет с чем-то светлым и добрым, а розовый с чем-то таким нежным и детским. Так что следите, сколько мне лет. И последний вопрос. Какое у тебя хобби? Хобби у меня YouTube. YouTube это и есть мое хобби. Также я пою, занимаюсь вокалом. Я тоже это очень сильно люблю. Это то, чем бы я занималась, наверное, когда не платят денег. То есть мне очень нравится снимать себя, делиться с вами, общаться с вами, знакомиться, что-то полезное, создавать. Мне очень нравится что-то создавать. И я тоже училась вокалу. Это, в принципе, то, на что ты тратишь деньги. То, за что тебе не платят, за что ты тратишь деньги. И делаешь это с удовольствием и не оставляешь это. Это, наверное, вокал и блогерство. Я очень люблю. Потому что я трачу на это очень много денег. И практически все свое время. Ну вот и все вопросы. Спасибо тебе, Дина, за вопросы. Я думаю, что они были интересны не только тебе, но и многим другим. Надеюсь, я ответила подробно. И если появились еще какие-то вопросы, задавайте мне их в комментариях. И я обязательно отвечу или уточню какой-то свой ответ. Если вам понравились мои ответы, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди, как всегда, много интересного. Я с вами прощаюсь. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.